Спасибо, во-первых, всем, кто сюда приехал, потому что действительно вы нам очень здорово помогаете. И что именно мы делаем, я еще раз останавливаюсь чуть подальше, почему в плане изучения хазарских памятников Самарского региона, это действительно сейчас у нас очень важный памятник, который мы сейчас копаем. Но для того, чтобы понять, в чем ее значимость, я хотел бы немножко поговорить о том, что же было до того, как сюда приходят хазары. Вообще, приходят ли они сюда? И если они приходят, то кого они приводят вместе с собой? В общем, есть ситуация, получается, следующая. Смотрите, мы работаем на поселении, которое существовало в 8-9 веке нашей эры. Это эпоха, которая называется у нас раненцевой эпохи. Эпоха, которая завершает период великого переселения народов. Наверное, слышали? Потому что есть даже в школьных учебниках параграф по эпохе переселения народов. Да, все знают, что это 4-5 века нашей эры, то, что это движение готов, гутаггонов, которые закончились на территории современной Европы, что держава Атилы, которая в конечном итоге распалась, ну и уже начинается следующая эпоха 5-6 века, когда зарождается будущее, в том числе и государство, на территории современной Европы. Ну и самое важное, то, что в это время идет формирование предосвременных народов. Практически сенными живущие народы Евразии начинают формироваться именно в эпохе великого переселения народа. Но если мы хорошо знаем о периоде, когда эта эпоха начинается, это 6-5 века нашей эры, может быть, это 3-й век, то чем она заканчивается, в общем-то, гораздо сложнее. Заканчивается этот период, где-то как раз 8-9 век, когда появляется уже на территории, и на территории центральной, и на территории восточной Европы появляется первое государство. Ну, для центральной Европы, вы все знаете, в принципе, с теми же названиями они существуют и сейчас. Ну, а для восточной Европы это и начало Киевской Руси, и Лосской Болгарии. Но тоже появление их достаточно внезапного, этих новых государственных образований, что к этому приводит, тоже не очень хорошо известно историкам и артеологам. Почему артеологам? Потому что письменных источников по этому времени крайне много. Ну, достаточно сказать, что для территории Самарского по Волжию, первый письменный источник, который хоть каким-то образом затрагивает какие-то события, происходившие на этой территории, упоминая географические названия, это книга Акмеда Ибунфадлана о путешествии на Волже. Это уже 922 год, и, соответственно, все, что было до 922 года, из письменных источников мы никогда не узнали. Может, конечно, случиться, что будет обнаружен какой-нибудь редкий документ, которым будет упомянуто, что вот здесь, в районе такой-то реки, но, скорее всего, будет упомянуто одно из названий реки Волг, будет ли это идти, либо еще какой-то. Здесь могли происходить какие-то события, могли быть упоминания о том, что здесь живут какие-то навыки. Но то, что мы знаем на следующий день, это то, что в начале X века на этой территории к востоку от среднего священия Волки кочевали племена, которых Ибунфадлан называет башкотой. Вот стоят такие башкиры. Здесь тоже как раз очень несложный вопрос, но в последние годы историки стараются их отрисывать напрямую с Магенами. То есть для тех, кто серьезно занимается историей Среднего Поволжья или историей Волгокамского региона, в общем-то, кажется, понятно, что башкорты Ибунфадлана это те бендры, которые остались здесь в Лопу Худинову. Ну, вот, собственно, дальше мы как раз и подбираемся к тем материалам, о которых может рассказать только Волгокам. И тоже, в общем-то, все у нас меняется на наши глаза. Благодаря вот таким историческим, как это, мы узнаем все больше и больше о том, что же происходило на этой территории. Столетия описаны, и мы, как и в главные столетия, которые происшествовали этим событием. Ну и таким образом пытаемся уже давать, когда же собираются к тем материальным материалам, пытаемся давать этим материалам свою интерпретацию. Я сразу говорю, что, если я сейчас буду говорить о том, что здесь вот бендры, хазары, болгары, славяне, сразу имеете в виду, что это все очень условно. Ни один артеолог по артеологическим материалам не скажет, что это вот славянин здесь похоронен или здесь жил, здесь болгарин или здесь нет. То есть мы можем говорить о том, что подобной терапикой пользовалась у население славянского круга, подобное украшение использовали люди, которые могли входить в мадьяк, и остается, и остается, и остается, и он подобными вещами пользовался на территории Казахстого Каганада. Опять, если мы уже будем говорить о каких-то народах, то оснований у нас для этого будет очень немного, и это будет очень шаркое утверждение, и любой из советов может и проверить. Я сейчас скажу, что здесь вот живут ленки, а мне скажут, что это не Венгрия, это не Венгрия, а там где-то Балгария, и пойдет, и так же и обратно. Поэтому я стараюсь всегда очень осторожно говорить об этом, если это конец, и какие-то будет. Но еще раз возвращаемся к этим материалам артеологии. Еще сто лет назад понятно, что про то, что скрывается в Самарской земле, знали крайне много. Сто лет — это 1919 год. Это год создания Самарского общества истории, археологии, наград и естественного знания в Самарском университете. Именно после создания этого общества начинается нормальное, планомерное исследование на территории тогда еще Самарской губернии, потом Средневорского окраина. Если к 1919 году на территории Самарского губернии был известен, наверное, год 20 лет памятников археологии, это примечательно кургановые могильники. И единственный памятник, который не относится к этому разряду, это, пожалуй, Барбашинский могильник, Мордовский могильник на Барбашиной поляне. Была еще известна стоянка в районе Найдюнах около Закар-Калмая, это, видимо, эпохи неолита. И все, пожалуй, все остальное, это только те курганы, которые в свое время увидели представители самарской интеллигенции, либо это были ответы на вопросные листы, которые присылали члены Самарского археологического общества в 16-17 годах. Ну и больше, пожалуй, никаких данных памятников археологии не существовало. Члены Самарского археологического общества созданы за три года, в 1916 году. Они поставили себе план работы составления карты Археологической карты Самарской губернии, но, по сути дела, такую работу они выполнить не успели. Эта же задача была среди приоритетных задач для уже создана Самарского общества при университете в истории археологической атехнологии, потом естественного знания. И с первых лет его работы начались сплошные разведочные сначала обследования на территории Самарской губернии. Это разведки, которые проходили сначала под общим руководством Алексея Степановича Абаскирова. Он работал в Самаре до 1922 года, и в 1922 году он уехал в Москву, преподавал в московском университете. Но уже с 1921 года основные археологические работы на Самарской губернии проводил директора губернии. Это профессор Самарского университета, профессор высшей технологии и археологических курсов, после закрытия университета директора губернского музея. При нем, при Верии Владимировне, первый раз этот музей стал называться научным музеем. Директором музея общества истории, археологии, этнографии, и так далее. Верия Владимировна была человеком очень активным и действительно сделала очень величайно много для того, чтобы хотя бы разобраться тем же, что творилось на Самарской земле. Именно Вера Владимировна сделала первую сводку тех данных по археологии губернии. Она выделила памятники каменного бронз в Железный век, раннего и развитого Средневековья. Появились у нее первые обобщающие работы. Они выходят, начиная с 1923-1924 года. Ну и на сегодняшний день, если кто-то захочет познакомиться с этим подробнее, посмотрите, в сети лежит наша книжка, она называется «Верия Владимировна Гомстан. Самарский период жизни». То есть там ей рассказывается о том, что она сделала в Самаре, что она сделала после отъезда из Самары в 1929 году. И такие работы она опубликовала. Мы прямо текст этих работ тоже поместили. Те, которые показались нам наиболее важными. Почему я заговорил о ней? Потому что именно Верия Владимировна провела первые раскопки памятников Казарского времени. Она раскопала курганы около села Новинки на Самарской Луке, под которыми были покоронены средневековые кочевники. То, что это кочевники эпохи раннего Средневековья, Верия Владимировна определила. А дальше, естественно, у нее не было никаких данных, чтобы попытаться строить их в какой-то еще ряд каких-то культур, провести сравнение этих материалов с материалами из территории Лулияновской области, Петерстан, Саратовской области, это тоже было невозможно, потому что этих материалов просто еще не было. И Средневековна действительно была первым человеком, кто начинал изучать археологические памяти детально во всем большом регионе. Ну, а после того, как она отъехала из Самары в 1929 году, вот на какое-то время у нас памятники и Хазарского во время, в том числе, более не исследовались, это было до того момента, пока у нас не заработала Куйбургская археологическая экспедиция, она работала в зоне создания водохранилища перед постройкой плотины Куйбургской ГЭС. И экспедиции первые отряды работали в 1938-1939 году, проводилось обследование вдоль Сока и вдоль течения Волки на уровне Самары, в связи с тем, что плотины собирались строить в районе Тольятти и выше по Волге, в той территории, которая оказывалась в зоне затопления. Это, в первую очередь, территория Ульяновской области, но когда-то это тоже была территория Самарской губернии. И вот среди тех памятников, которые удалось исследовать в зоне затопления, оказались крайне интересны как раз для изучения периода VIII-IX веков памятники. Это, в первую очередь, Кайберский курданный могильник, это село Кайбер, находится сейчас на территории Ульяновской области, там были раскопаны более 20 погребений восьмого, может быть, начала IX веков. Погребения лежали под курганами, либо рядом были небольшие расхолмления, которые сложно было специалистам признать за курганами, или это просто остатки грудовых перекрытий от могильных комнаток. Но когда их раскопали, автор раскопок Николай Викторович Митрюк, он четко определил, что это погребения напрямую связаны с территорией салтово-маяцкой культуры, и он тогда и сделал предположение, что вот это и будут как раз те самые болгары, которые пришли на территорию будущей Волжской Болгарии с территории салтово-маяцкой культуры. Для нас это территория Падонис и Северного Кавказа. Сейчас наиболее интересные памятники салтовские раскопаны на территории Белгородской, Харьковской области, и Воронежская область, там уже северная граница собственной зоны этой культуры. Есть очень интересные памятники, варианты, аландского варианта этой культуры, на территории Карачаева-Черкесии, в Кисловодской котловине. Там, в общем-то, тоже памятник такой уже известный, но, пожалуй, несколько суден. После раскопок Кайберского могильника, это был 52-53 годы, после этого долгое время вот таких крупных памятников, которые можно было бы связать с эпохой ранней Волжской Болгарии или с Казарским периодом, не появлялось. Исключение, опять же, из раскопок Николая Яковлевича имеет как-то около Тольятти, около Пречёвки. Происходит материал из одного погребения. Погребение ту же средневекового почерника, точнее, кочерницы, жильское погребение. Сопровождалось большим количеством гусс, бронзовые амулеты и своеобразным сосудом, который отличается от салтовских, но зато находит свои налоги где-то район Прикамя. Ну и, соответственно, мы уже понимали, что есть материалы, которые дают еще одно направление связи. По набору бусс это типичный такой хороший салтовский комплекс, а по сосуде, то это мы знали, что истоки и этого населения нам нужно уже искать к востоку от Самарского региона. Следующее, что случилось, уже через несколько лет после работ куйбургской экспедиции нашли целую серию захоронений на территории Татарстана в районе Больших Тархан. Это не так далеко от, ну, известного, наверное, многим из вас города Болгара. Слышали, да, про такую первую столицу Лужской Болгарии? Большие Тарханы, это где-то километров 30, от Голгарии, в общем-то, совсем... От Самары по прямой вообще больше 300 километров, в общем-то, совсем далеко. И там впервые раскопали большое количество захоронений на первом могилке. Первый Больший Тархан, в том могиле Больших Стапа были не изучены, а еще несколько десятков изучены на втором, который расположен там нескольких сотен метров от него. Стало понятно, что в тот же период, вторая половина, восьмого, девятый век, здесь действительно приходит многочисленное население в территории салтовской культуры, которое вело кочевой образ жизни, было военизировано, потому что мужских погребений постоянно находится оружие. Ну, и здесь они жили длительное время, что привело к тому, что оставили такие крупные могилки. Прошло еще несколько лет, и в 60-е годы на территории Татарстана начали раскапывать еще более крупный, еще более интересный памятник, это там Киевский могильник. Ну, опять же, село Танкиев, это недалеко от Болгар, не доезжая Болгарса, если ехать со стороны Самары, где-то около 15 километров. И там оказалось, что могильник крайне велик, он насчитывал не менее 5000 захоронений, из них сейчас 1200 уже раскопано. Там основная часть погребения языческого времени, это конец 8-9 века, но он переживает период принятия ислама вовскими булгарами, и значительное число погребения, это уже мусульманские погребения, которые относятся к 10-му, может, и даже к началу 11-го века. То есть там чем было интересно? То, что в этом могильнике появились вещи, которые совершенно не характерны для тех же салтовской культура. Считается, что это культура материальными носителями, которые были болгары и алланды, два основных народа. Там оказалось большое количество различных украшений, свойствами для прикамских народов. То, что потом будут у морглые, у морглых, и в том числе будут украшения, характерные для уборов, для вендоров. И самыми интересными из таких украшений явились погребальные маски, сделанные из серебра, с вырезами для глаз и для рта. То есть это погребальные маски, которые действительно характеризуют имбургскую культуру. В Танхиевском могиле было обращено пристальное внимание, но в связи с тем, что там был крайне сложный состав погребений, и видно было, что население неоднородное, можно было говорить только о том, что это культура, формирующаяся ранней волжской Болгарии. Вот ранние болгарьи, когда перемешивались, они, наверное, вот так вот и выглядели. Проходит еще несколько лет. В 1973 году уже, ну, тоже от нас сравнительно недалеко. Но от Болгары тоже будет около 100 километров, от Самары там меньше 300, в районе Беляра. Беляр – это следующая столица волжской Болгарии, до Монгольской. Тоже где-то в пределах, там, 15 километрах от Беляра, который уже оскорен на Казани, археологи наткнулись на очень интересный памятник Большей Тивинской могиле. Там было раскопано в 1973-1974 годах около полусотни захоронений, захоронений, которые все-таки очень сильно отличались от победилов от Штарганского могилника и от Танкеевки. И они обладали одним очень интересным набором пределов. Мужких угребинок были характерные сапки серебряными акробками рукояти, это самки, так называемые, детского типа. Тоже были и нагребальные маски серебряные. А женских очень интересный набор украшений – серебряные перстни, серебряные серьги, очень много бусы, ну и надрудные украшения. И самое интересное, что все эти предметы нашли свои аналогии на территории Дунайской Венгрии, самых ранних обретений в венгриях эпохи обретения Рудина. Тех венгриях, которые приходят на Дунай на ряду 9-10 века. По тем предметам, которые были найдены в Большей Тивинской могиле, стало понятно, что они в захоронении совершались в период середины 8 века и где-то до середины 9 века. По крайней мере, те, которые были изучены в первые годы. Ну и это был первый памятник, который позволил связать это все с историей древних венгров и упреждать, что на территории Волгогамского региона действительно и располагалась та самая великая Венгрия, Лиманка-Пангария, которая, собственно, венгрии-Дунайские искали еще в 13-м веке, и в Духаниле, и в Русской Тивинской веке. То есть это вот реализуются такие темы, которые... позволяют понять, что же находилось вокруг нашей территории, где мы сейчас находимся, и что ученые знали о их памяти, как до того момента, как начала работать Сильмиловская Тивинская Тивинская. Начала она работать в 1970 году. Первый отряд ее возглавила Галина Ивановна Матвеева. Матвеева, приехавшая с Амару Хульбышев тогда из Луфы, она преподавала в Башкирском университете. Ее позвали всегда читать курс археологии, кроме этого она читала этнографии, первогоднее общество. Ну и в первые же годы вокруг нее сформировался очень хороший коллектив учеников Галины Ивановны. Ну и в конечном итоге, если уничтожить денег, все само-самортирки, это либо ученики Галины Ивановны Матвеева, Галина Ивановна работала, ну вот умерла она в 2008 году, вот работала она, занималась археологией. Еще в 2006 году она выезжала посвидеться. Абсолютно много исследований. И вот как раз, когда Галина Ивановна приезжает сюда, она избирает себе тему за научные исследования, хотела заниматься эпохой, ну, видимо, раннего Средневековья, потому что именно в это время она занималась работой в Башкерии, но интересных памятников ей как не попалось. Ну, по крайней мере, те, которые она бы сразу оценила. Она проводила раскопки самых разных местах армазской области, работала она и на курганах, курганы с армазской эпохи, допустим, очень интересные были доходки Андреевского, подростка курганом могильника, где она раскопала ранний в Сармазке, погребень 4-5 века в нашей эрвете. Теперь символ Сармазки-каклоза, целая золотая плаца с изображением горного котла, это карта-пателем, который происходит из раскопок в Альмазе. 9 болевых сезонов она копала на морозном городке. Это, вот, низкий город, еще полкает на территории будущего плаца этого государства. Копала она в несколько полевых сезонах, на Золотой Орды и Стамагестерине Сухая речка, копала она на поселение у села Никола-Оссянка. Это поселение Бронзового века, и рядом были там большие шахты, где добывали нужную рублю для последующей же переплатки. Но окончательно она выбрала себе тему после того, как в 81-м году были проведены первые раскопки Удичинского городища. Городища Удичин в Самарском луке она показала, что здесь крайне интересно в эпоху, когда с начала эпохи религии по этой земле народа, крайне интересные группы населения появляются, население, которое по своему происхождению может быть ранее сваленцев. И вот как раз следующие годы работы Галины Ивановны Матвеевны в Самаре они были связаны с заключением от памятника раннего болгарства, и раннее славянского бруда. А раннее болгарства, потому что в 79-м, в 80-м и 81-м году Самарский унистет проводил раскопки курганов около села Рождественной Норицы и Мишады при распашке этой территории и тогда проблем не похожи попросила унистет провести к кургану. Раскопки были проведены, тоже оказалось, что курганы крайне интересны и Галина Ивановна когда увидев, что эти материалы ни на что более не похожи с того, что известны в социгенских регионах она решила, что они заслуживают того, чтобы выделить отдельный круг памятников памяти на Ивановского типа и связала их с ранними болгарами. И вот как раз как об этом передачи на Ивановне и так 80-81 год это время, когда наукой стали известны погребения на Самарской луке на Витовском округе. Что же это такое? Ну в первую очередь и Галина Ивановна копала их как в гребене под курганами. Эти курганы хорошо видны. Если бы мы с вами сейчас перебрались на ту сухую роногулку его полоширяю, а их нет. А вот если бы мы от Рождествена поднимались по дороге в сторону Новина, то наверняка бы мы не прошли. За Рождественом поворот на Торновой они прямо около поворота стоят курганы с высокими насыпи они там до двух метров высоты и более грабленные, но они легко узнавленные. У них обязательно насыпи будут плотные камни. Это одна из характеристических деталей поколебального обряда населения хранившего вот этими курганами если бы умерших в конце седьмого, восьмом лета. Таких курганных могильников и курганов с каменными набросками или там с камнями в насыпи сейчас на Самоскопе известны около 30 лет. Если посмотреть на карту Самоскопе можно будет выделить три зоны. Это первое, это район Рождествена на Винке Выползова Корновое Шеликметь это вот одна часть на нее везла не менее десятка различных курганных могильников. Из них копались на Винковских, на Винковских, Торож, Шеликметьский и Кутерковский. В центральной части Самоскопе у нас будет в районе Брусян Малой Рязани Большой Рязани такие памятники. Ну и будут известны еще подобные памятники в районе Виновки, Осиновки и Олдичи. В принципе, вот три таких больших группы выделяются. Единственное, что когда я первый раз посадил это все на карту, для меня стало загадкой, почему их не было еще в этом районе. В районе сел Валы, Жекули, там места, которые подходят к районским скотологическим хозяйством, а материалов этих не было. Ну, потом тоже эта загадка тоже разгадалась. В общем, что под этими курганами можно найти? Сейчас раскопано уже больше двухсот погребений в разных частях Самарской Луки. Ясно, что под каждым курганом лежит от трех до двенадцати погребений. Здесь могут быть погребения мужские, женские, погребения детские. Если погребения не разграблены, не разрушены, а разрушена большая часть, потому что там существовал обряд, я так думаю, что это ритуальное безряжение погребений специально через какое-то время после совершения захоронения многое раскрывалось, уничтожалось большая часть тела покойного, погребенного, но вещи какие-то ломались, выбирались те, которые могли нести для остатки на земле. Но если погребение либо разрушено не до конца, либо по каким причинам оно оказывалось не разрушено, то там будет следующий набор. погребение обязательно будет предмет вооружения и аконской группе же. Среди вооружения есть наконечники сады в Восточной Европе, есть наконечников копий, есть наконечники ножей, ну и в конце прибавших возможно боевых, и конечно наконечников стрелок. очень много, но от лука если повезет, то сохранял ее костерные и роговые накладки на лук. В принципе, вот этот набор сопровождается еще и выразительным воинским поясом. От пояса сохраняется наконечник премня, пряжка и различные наклонки, накладок может это за десятого по-дом обоя. Пояс тоже очень своеобразный, если бы картинки когда-то увидеть, наверное, кто-то будет запомнить. Для эпохи раннего Средневековья пояс был знаком, как и свидетельство, говорил о том, что человек не просто там, что он лежит в сословии воинах, но насколько он удачливый воин, насколько высокое место он занимает среди своих сорев грозных. По сути делай-то был своеобразный вот как мы сейчас лобинские планки увидели, сразу ясно ли человек воевал и чем ограждение. В принципе, это самое можно, могу сказать, по наборному поясу раннего Средневековья. Среди предметов, которые на вековских мужских захоронений встречаются еще, могут быть стремена и москетинга. В принципе, вот это тот самый внимальный набор такой. Чаще это максимальный набор, который мы могли бы увидеть в погребении не разрушенном и дошедшего до наших дней в своем нормальном состоянии. Что можно четко сказать, то, что это погребение профессиональных полей. Тут полный набор вооружений, которое может быть, это здесь может быть сабли, лод, стрелы, боевой нож, кистинь, и покю, оно говорит о том, что это воин-садник, воин-садник, который действительно был воином профессионального. Могли бы быть какие-то панцирные части, сохранившиеся детали панциря, но их крайне немного. То, что они были, мы знаем по находкам, изображениям на территории Ульяновской области при раскопках Кургана в Шиловском районе, который производил экспедицию мустиновых рукавов под рукавством резисориховича Богудинова. Ну и отдельные находки пластин у нас встречаются в захоронениях. Есть и кольчужные колечки, но опять же, что это такое? Это остатки настоящей воинской кольчуги, либо какое-то изделие кольчужного плетения. Сейчас у нас будет покраска не сможет. В женских погребениях встречается тоже очень интересный набор предметов. Там будет небольшое количество бусы. Судя по всему, женщины новинковского группы бусы носили не как ожерелье, а как украшение, может быть, пристегивающиеся к породнику на крупном украшении. Обычно бусина в погребении 10, 12, 15, и самый крупный набор 34 бусин. очень немного. Причем по краям этого набора мы фиксировали передачистки в фабе бронзовых кубовки. Ну, соответственно, почему я говорю, что скорее всего не пристег виски. В женских живозахоронениях мы практически обязательно увидим длинный сосуд. Мужских погребений длинный сосуд осталось редко. и в женских захоронениях будут предметы труда. Здесь может быть прескаться грузик для веретена, могут быть иголки в игольнике, амулеты. Ну и в принципе, пожалуй, все. Да, могут быть амулеты еще. Но и в детских захоронениях. В детских захоронениях легко отличается, если уже мальчик старше семи лет, то мы легко выделим мальчика или девочку, потому что у девочки появится тоже прясница, у мальчика может появиться ножичек и может быть будет пока железная пряжечка. женских погребений в поясных наборах мы не знаем. Это была точка всех новинковских памятников. Что еще очень интересно. То есть я уже говорил о том, что в основном мы фиксировали новинковские памятники по камням курганных нас. И курганы они могут быть более выражены до 2-3 метров даже высотой. Либо практически быть распаканным и еле-еле возобшаться на землю. И первые годы эти курганы копали именно как курганы до начала 90-х годов. В 94-м году мы решили первый раз попробовать копать курганные могильники новинок сплошной площади. И оказалось, что под курганами по-прежиму есть, а за пределом курганных насыпей мы тоже встречаемся. И вот пожалуй с этого времени особенно с начала 2000-х мы уже когда самаския полу закопают в программе самаския этого круга, они тоже стараются раскопать их в передачи территории и оказывается еще передачи таким образом у нас в принципе уже есть возможность сказать как плохо мы начали посыпали с посыпали троп а сначала площадку на которой уже и располагались погребения может быть одно семей может быть людей которые где-то рядом жили были таким домом связаны и только уже когда завершалась какая-то серия этих погребений перетерывали турганы и насыпали здесь самым камнем тоже поверх этого тургана с этим мы тоже собрались но теперь дальше мы пытаемся понять что же делали люди которые свои куныши похоронили под турганом и даже побитые и и и и и про мужчин понятно мужчины в первую очередь но откуда они здесь убить Галина Иванова Матвеева когда впервые начало обрабатываться материал она предположила что это те самые болгары которые попали на Среднюю Волгу после распада Великой Болгарии того раннего государства формировавшегося Архангурга и распад происходит в середине седьмого столетия мы знаем что часть болгар оказалась на месте она подчиняется Хазарам часть болгар ушла в Европу и на территории Италии их истребили часть болгар ушла на вот те болгары которые были известны их привел сюда в Пару и там намечали болгарские геннадьки заходы на праве геннадьки Болгарии в последующем болгарии нигде искусников не было сказано что болгары оказались на тренировке что такая еще одна население великая Болгария ушла еще не суда когда Калина Иванова сопоставила сировки наедовских погибений самый ранний из которых века в период распада великая Болгарии но она посчитала что почему бы не предположить что какая-то часть болгар оказалась здесь у нас на середину и в общем-то это ее предположение оно нашло своих сторонников и если вы посмотрите книгу учеников Калины Ивановны Алексея Владимировича Пугачева Сергея Горгиевича Зобова Алексея Алексея Бабудинова которая посвящена результатам рассказов таких памятников она называется ранние болгары на Волге у истоков истории и так как народа то есть название уже было вынесено техническое определение людей которые похоронены перед этими болгарами книжка вышла в 1929 с тех пор память продолжает копаться появляется новый материал а материал очень интересный и показывает что население было крайне неодноручное то есть я когда говорю о том что Артула вообще очень тяжело говорить об этом люди которые мы изучаем еще сложнее об этом говорить антропологам наши материалы изучаются палеозаологами палеонтропологами палеонтропологами и так далее вот палеонтропологи очень четко определить что даже на территории одного курганного могиле там могут быть покоронены люди которые друг на друга внешне не совсем попадали там могут быть частности у нас там есть материалы на черепе четко видны монголоидные признаки есть нормальное погребение с европеодностью европеодов большая часть то есть смотрите если мы видим что даже в составе в составе одного кургана в окон мы можем видеть людей и европеодов и монголоидов и смешанных с переносами европеодности и монголоидности но это значит что и миссия не было смешанных и говорить о том что было лавянова моноэтничным тоже здесь становится проблемным а когда мы начинаем изучать особенности материальной культуры то выясняется что детали потребального обряда будут подключаться что вещи которые находятся под урганами насквями в разных местах и сама столуки тоже какие-то свои детали отличаются это значит что настроение было достаточно своеобразным ну и самое важное то что видно что мужские женские погребения они ну вряд ли принадлежали какому-то единому коллективу вполне возможно что как раз мужчины и женщины они имеют разное свое происсказание даже географическое происсказание и дальше мы начинаем разбираться что у нас как происходит и получается так что те фурганные могильники на самом археологии которые уже были известны в начале 2000-х годов это только та часть только одна часть верхушка археология которую хорошо выгнете и всего этого археологии ее первые обнаружили Галина Ивановна еще в начале 2000-х годов начала искать население в археологии чтобы располагаться рядом с такими фурганными могильниками потому что представьте себе традиционно археологи говорят что это фурганные могильники оставлены кочевым населением но кочевники ведь они должны постоянно перекладить с места на место кочевники ранней средневековой эпохи которую мы хорошо очень-то знаем уже по писанным источникам они могли совершать годовые маршруты протяженностью до тысячи километров допустим южное пастбище у них находились где-нибудь на средней волге а зимнее пастбище внизу в Волге здесь как-то не очень вписывается в такое достаточно большое количество навековских погребений большие курганные могильники это значит что какое-то население здесь именно в этом месте обитает она не ходит далекой если бы маршруты были более далекими то где-то еще за пределами Самарского Укина что-то подобное бы нашли ничего ближе Ростовской области не знаем а там тоже не один в один там тоже подкурганные захоронения по времени примерно такие похожие на наши там пояса набор вещей такой же тоже где-то конец 7-8 век но видно что группа другая соответственно искать летние или зимние стоянки где-то на других территориях это население тоже было бы наверное ну население очень правильно и поэтому мы начали искать поселения которые должны были быть расположены рядом с этими могильниками Галина Ивановна нашла два таких памятника это недалеко от современного убежья там есть Северикаева и Северича Новый Путь и в последние годы ее жизни у нее было несколько публикаций посвященных как раз материалам раскопок этих поселений где она пыталась показать что это население напрямую связано с Новинка сами это как раз и есть поселение тех людей которые под Курганом и Покорой там была очень сложная ситуация поселения были многослойными там были находки каменного века и бронзового века и разные периоды железной век и средневековой эпохи и напрямую сопоставить те находки которые были сделаны были на Ванне с новинковскими комплексами не удалось то есть там были там определенные моменты ну допустим для новинковских захоронений характерно лепная горшковидная посуда по краю венчика который будет пальцевой защитной пальцевой защиты либо насечкой вот такими защитными насечками была украшена часть керамики но проблема была в том что эти защиты были очень похожи на те которыми у нас пользовалось население первого века в нашей которые в коем образе связаны не могли быть и скорее всего на Северякаево они тоже оказались в более раннее время нужно было найти еще какую-то памятник и вот уже такой памятник был тоже найден это два поселения у нас первое это Малорязанское оселище тоже Самарская Лука второе это оселище Жигулевское недалеко от села там все же было гораздо интереснее там памятники уже однослойные чуть более позднее Малорязанское оселище это памятник 8-9 века и с новинками его не сопоставишь но там очень четко видно что это поселение оставленное пришельцами с территории граничащих с сатурноярской культурой в составе которого были славян это совершенно отлично что касается жигулевского оселища то здесь еще интереснее ситуация мы нашли там поселок мастеров ремесленников занимавшиеся вытланкой железа из роты и изготовлением ювелирных украшений из бронзы там большое количество фрагментов тиглей такие же которые мы здесь находим а рядом кремационный украшения то есть своих унышек вот та часть которая жила недалеко от джигули она сжигала соответственно это обряд который уже совершенно не характерен для новинковцев но судя по предметам это тоже конец седьмого восьмого восьмого девятого века то есть получается так что у нас одновременно на самарской живут несколько групп населения которые по-разному своих покойников поронят и живут они в том числе и на поселении ну и собственно что дальше мы из этого уже можем какие выводы сделать для меня как человек от этой эпохи занимается очень сложно было сначала выстроить какую-то свою линию которая бы объяснила каким образом сюда приходит какое-то население каким образом оно здесь закрепляется чем оно занимается как эти люди жили ну понятно как они хоронили куда они потом деваются потому что напрямую мы тоже не потом как ни новинковского населения не какого-то предшествующего последующего к современным жителям но саморского региона естественно вывести не сможем ну и сейчас я вам тогда расскажу то что уже мне кажется достаточно реальным что могло происходить на нашей территории в тот период который мы называем Хазанским это период конца 7-го 8-го середина вторая половина седьмого века на сегодняшний день археологи не знают здесь ни одного памятника который бы датировался временем серединой начала и второй половины седьмого века памятники имениевской культуры и поселения и могильники в основном к этому времени должны быть исчезнуть ранних кочернических комплексов у нас еще неизвестно несколько захоронений тюркского времени которые можно было податировать только с шестого началом седьмого века известно это погребение у нас у села Красный Ключ погребение на территории современного Татарстана это новоселки ну и пожалуй все то есть в принципе кочерники сюда должны были заходить но когда они сюда заходили и как часто надолго ли мы тоже не знаем и внезапно появляется достаточно многочисленное кочевое население самые ранние комплексы которые мы сейчас знаем на Средней Волге это погребение у села Березовка Березовка это Живонский район самая открытая там было найдено два кочернических захоронения захоронения которые были совершены где-то в последние третьи седьмого века на следующий день это самое раннее погребение кочевников от раннего болгарска или хазарского времени на территории среднего полгожья сразу вскоре после этого начинается массовое количество совершенства захоронений самарского реки появляются те самые памятники и к этому же времени рубежу седьмого восьмого веков относятся Шиловское погребение о котором я уже говорил на самом деле там есть несколько захоронений под курганами и насыпями причем там очень интересно есть погребение в катакомбе это совершенно не характерно для нашего региона ну и позволяет поискать истоки этого населения населения на Северном Капказе Шиловское погребение выделяется из всего они самые богатые полонаборы инвентаря там есть золотые украшения золотые накладки на поясной ремень золотые накладки на конскую сгрулю там прекрасные костяновые стильные изображения Батарной Северной Положирской Северной Ну и сам погребальный обряд позволяет сказать что это погребение представителя одного из самых знатных родов находившихся на этой территории по тому кем могли быть эти люди на сегодняшний день очень сложно сказать ясно что это в первую очередь организованная военная группа и эта группа поддерживала отношения с территорией салтово-маяцкой культуры с территорией Казарской Каганады и мне кажется что самое логичное объяснение появления здесь этих людей это то что таким путем Казарский Каганад пытается ну во-первых расширить свои границы во-вторых обеспечить торговлю с народами севера которая здесь осуществлялась это нужно было для того чтобы получать пушнину пушнина уже как раз седьмой-восьмой век она стала крайне ценным товаром и как раз Казарский Каганад славился тем что он поставлял дальше и на рынке Востока и в Европу вот эти как раз продукты пушной охоты ну и необходимо было же как-то обеспечить контроль той территории откуда поступают эти ценные товары похоже что население Самарского Луки то есть то самое военнизированное население было представителями военных отрядов присылаившихся сюда Казарской администрацией на какой-то длительный период времени сейчас сложно сказать как это происходило была ли у них там служба на год на год ну как это мы знаем допустим по русским крепостям уже 16-17 века давалось ли да по сути дела пограничники давалось ли эта им территория там в пользование не оставались там на долгое время там на годы это тоже возможно но в любом случае этих воинов судя по всему их было несколько сотен человек еще должен был кто-то обслуживать должны были появиться здесь и ремесленники должны были появиться в конце концов женщины которые тоже здесь были и видимо вот первой волной вот этих людей которые появляются сначала на Самарского Луке осёдлого населения ремесленников и аграриев и вири славяне которые уже не связаны с предшествующими населениями как положи не связаны с населением имениковской культуры а приходят скорее всего с территории северной границы собственно центральной зоны Казарского Каганата это современная территория Воронежской и Белгородской областей видимо отходят оттуда и привели первых осёдлых жителей Самарского Луке возможно что именно они своих умерших сжигали как это было характерно для славян до седьмого восьмого века ну и именно они занимались здесь ремесло чуть дальше проходит несколько десятков лет мы знаем что границы Казарского Каганата постепенно распространяются на сей вот к концу девятого века Казарский Каганат контролирует территорию Уловской Болгарии этот контроль был прямым до самого принятия болгарами ислама в 1922 году соответственно принятие ислама происходит на территории города Болгары вероятно на территории современной города Болгары значит как минимум до этой территории хазарское влияние доходило опять же если мы будем искать каким путем они это влияние поддерживали опять же должны быть какие-то материальные свидетельства и мы находим вот тот памятник о котором мы сначала начали говорить когда я говорил про историю изучения древности раннеболгарского или хазарского времени это Кайберский могильник середина восьмого века это как раз тот период когда значительная часть новинковских захоронений на Самарской луке ну уже прекращается самые хорошие комплексы которые у нас хорошо датируются на Самарской луке это вторая половина восьмого века и неизвестно что было ли военизировано население здесь после этого времени но зато они появляются сначала Кайберский могильник в Ульяновской области потом Большой Тарканский могильник на территории Татарстана ну а потом уже Тигуна, Киевка и так далее и получается так что археологические памятники позволяют нам посмотреть как происходит изменение северных рубежей Хазарского Каганата вот пожалуйста конец Татарстана это территории Самарской луки и наверное земли которой прилегают здесь потихонечку уходят сначала по правому берегу Волги на территории современной Ульяновской области к середине ко второй половине восьмого века это влияние распространяется на всю Ульяновскую область и на южно-центральные районы Татарстана ну и видимо уже к концу девятого столетия вся территория которая появилась потом составом уже в Ульяновской Болгарии она тоже находилась уже как как вторая ну в общем-то это то что сейчас мы можем сказать на основании археологических материалов теперь почему мы работаем здесь на этом памятнике чем же так интересно мы все время говорим о том что Самарская лука вот тут такие памятники здесь и курганные могильники здесь и поселение здесь вот эти повребения по обряду кремации все это тоже казарское время конец седьмого восьмой может быть там часть материалов девятого века а вот пропускали побережье это как раз и молчу потому что кроме хрящовского погребения у нас долгое время не было неизвестно чего потом когда опять же мы стали собирать седания по находкам ну прежде всего погребений оказывается что в восьмом девятом веке здесь совершали захоронения и не только хрящовки и мы знаем несколько курганных захоронений с вещами этого периода но для нас интересно будет отметить несколько погребений это погребения на территории Кеневского района под курганом около села Бобровка там было погребение мальчика сопровождавшимся хорошим таким сосудом сделанного гончарного круга салтово-мальской культурой и там была сережка но характерно для территории салтово-мальской культуры то есть в принципе это как раз гребение которое было бы нормальным если бы его нашли где-нибудь на территории той же береговской области захоронений кочевника болгарского хода оно находится у нас мы уже тут начинаем думать что ну значит эта территория конечно находится в статус который был интересен для кочевников в том числе хазарской эпохи и кочевников хазарского гаганата но можем ли мы найти еще какие-то свидетельства их пребывания здесь кроме вот этого вопроса выясняется что таких свидетельств будет больше на поселениях но сначала мы начали изучать на самом севере Самарской области в Челнышинском районе мы изучали Калитарское и на протяжении ряда полевых сезонов с 1995 по 2008 год мы там работали даже в 2009 последний год мы обнаружили большое количество фрагментов керамики собственно салтовской керамики круговой керамики керамики фрагменты амфор крымского типа амфоры которые действительно делали с Крыма в которых перевозили вино и в том числе там были очень интересные фрагменты где были знаки собственности прочищенности уже по поверхности там такие же как на нескольких амфорах из других регионов в том числе с территории Юлияновской области и с территории Самарской области то есть это лишний раз говорит о том что если помечается амфоры не мастерами а собственниками хозяевами одним и тем же значком значит население русских ну и собственно это то что нам дало повод говорить о том что здесь есть население болгарского ну или там казарского круга среди кочевников чего население обывавшего на тех сезонных стоянках которые мы уже знаем могли быть представители в том числе и какие-то болгарские хитомические группы вторая часть даже тоже совершенно описывается вот этот круг это находки опять же фрагментов керамики совершенно не характерно для территории казарского каганата сделан от руки но она будет тоже очень интересна поверхность ее будет украшена различными насильщиками давлением и отпечатками штампа защипами по краю венчика посуда будет не плоскодонная фрагменты домашек с плоским дном а посуда будет круглодонная и такой керамикой пользовались в том числе древней венгрии живший далеко к востоку от нашего региона на территории современной Башкирии на территории современной Челябинской области на территории Тюнисской области 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 на территории отрезки Уже на следующий год Тюнисской области И оказалось что копать здесь крайне тяжело Вы же видите что земля плотная А в тот год мы выбрали участок где земля была еще более плотная мы ее могли копать только поливая и защищая зачисточками по несколько сантиметров. Но уже тогда стало понятно, что этот памятник для нас будет крайне интересным. В том маленьком раскопчике в первом мы нашли стеклянную бусину и бронзовую накладку, которая нам показала время 8-9 века. Рядом с раскопом у нас были фрагменты афор и там рядом мы нашли фрагменты керамики, чрезвычайно напоминающую эту керамику, которую Древней Венгрией пользовалась. Ну и стало понятно, что это поселение, которое относится к совершенно другому кругу, ранее еще неизвестному для нашего региона. Мы стали искать возможность провести здесь более масштабные раскопки. Пока у нас такая возможность не представлялась, потому что всегда у нас и какие-то свои планы еще работают. Да и земля мягче не становилась. Но каждый год по несколько раз в году мы сюда приезжали, проводили после дождей разведки, смотрели, не вымылали там что-то дождем. И уже стало ясно, что поселение будет очень большим. Уже после первых лет разведки стало понятным, что оно снимает не менее 10-ти гектаров, наверное, по площади. Оно вытянутой вдоль озер. Вот по первым раскопкам и разведкам мы знаем, что где-то около километра, но сейчас я знаю, что на полтора километра. Ну и три года назад, во время такой нашей разведки, мы здесь увидели, что начинается строительство. Вот были пробиты первые 10 траншей. Вот как раз мы с вами находим сейчас около одного из них. Это траншеи, которые должны стать дорогами, разделяющие дачные участки. Вот в каждую сторону, вот один, второй дачный участок. Люди получили на руки документы, свидетельство на собственность на эту землю, ну и решили, что все, теперь они уже могут начинать застройку. К счастью, мы, в общем-то, такие вот разрушения остановить можем, и у нас наше управление по сохранению историк-культурного среди Самарской области здесь вмешалось. Раскопки, работы строительные были остановлены, и нас ждали три года, пока мы проведем здесь уже детальное обследование. Сейчас на этой площадке мы обследовали практически все эти 17 участков, выделили три больших зоны. Это участок, где у нас слой, ну, практически отсутствует. Это участок, который идет около дороги. Там была обратка, и овраги, естественно, древними людьми практически не использовались. Участки, которые находятся вдоль озер и по вершине второй террасы, в которой сейчас он находится, это участки, где наиболее интересные находки, которые в Капарке можно увидеть. И участки, которые находятся в понижении между двумя возвышениями, между двумя оградами, это участки, где слой в основном отсутствует, но так же, как вот на том раскопе с тяжелым грунтом, который мы сейчас копаем, он может встретиться, возможно, там тоже появляются какие-то постройки, и нам их тоже нужно раскопать. И на протяжении трех лет мы сначала шли здесь шубками. Мы раскопали здесь, в очередь, в космосе 120 шубков, мне в признаку превратились небольшие раскопы. Зачем-то плотный застройки, характер застройки уже был язем. И первые ямы, хозяйственные ямы, ямы, связанные с какими-то производственными сооружениями изучили. Но оставалось непонятным, что же будет в районе не более плотных находок, какие будут жилища. Ну и для этого необходимые были уже более серьезные раскопки. Вот с этого года мы такие раскопки начинаем. И первую работу мы провели здесь, в том числе, в том числе, в том числе, и с первых числах мая. Вот такой большой раскоп, который мы переходим. Это как раз то, что было начато в мае месяце. На сегодняшний день у нас уже 14 раскопов. Самый крупный имеет площадь 300 квадратных метров. Ну а те, на которых мы сейчас работаем, это 120-метровый раскоп и 150-метровый раскоп. То есть, в принципе, они уже достаточно большие для того, чтобы мы смогли уже выявить какие-то сооружения, если у нас здесь есть, и понять характер после этих людей. И что мы на сегодняшний день можем сказать? То, что нам казалось в первый раз, когда мы начинали работу, то, что эта-то кочеверская стоянка среди населения, пребывающего здесь, были Магяры и древние Венгрии, это точно. В общем-то, это наслечное подтвердилось. Плотность застройки этого поселения, она достаточно невысокая. Между теми скоплениями, которые уже нашли, на которых можно будет обнаружить и публичные ямы, и остатки построек, будут достаточно большие пространства с крайними расчисленными накопами. Это лишний раз говорит о том, что постоянного проживания на всей этой территории полтора километра более озера не было. Соответственно, так как эта территория, ну, по крайней мере, на память самарцев, регулярно заливалась во время истинных разливов до создания водохранилища, действительно, до середины 50-х годов вода поднималась до края той высокой террасы, на которой стоят дома, позволяет сказать, что круглогодично здесь жить, ну, по крайней мере, в упухках, которые по своим природным условиям напоминаются современные, было бы невозможно. Ну, значит, опять, мы должны предполагать здесь сезонное проживание. Но кто мог сезонно проживать здесь и так долго? Вот здесь уже, как раз, и очень интересные результаты мы получаем за последние годы. Ну, первое, это то, что те ямы, которые мы здесь уже раскопали, вы можете, если вы тут вдоль раскопок пройдете, увидеть, что их достаточно много, да? Вот на том раскопе у нас семь ям окружающих постройку, на 39-м шефе у нас три ямы, четвертая там еще уходит стенку, на 70-й шефе у нас там две ямы, и одна из них является частью тоже какой-то более серьезной постройки. Ну, это значит, что здесь будут какие-то интересные, долговременные участки, на которых люди живут на протяжении хотя бы нескольких месяцев. И вполне возможно, что они начинали здесь жить где-то вот в конце мая, в июне, когда вата сходила, по мере высыхания вот этой участки людей здесь смогло становиться больше, и, может быть, они под какой-нибудь просто ставили там свои вдовки и постройки, вот типа юльта, в те места, где уже понижение. Вот то место, где у нас сейчас расположен такой наш раскопок, соседний расстой. Но если они здесь живут, стоят достаточно долго, чем они занимаются? Понятно, что в первую очередь это скотоводство. И здесь действительно жили животноводы. Те животные, которые мы находим, и кости, которых мы уже определили, это очень характерный набор. Это в первую очередь лошадь, костей лошадь здесь больше всего, потом мелкие рогатые скоты, овцы и козы их остеологи чаще всего не отделяют, и коровы. То есть, опять же, животные, которые могут перемещаться на достаточно большие расстояния. Все было бы хорошо, если бы в нескольких ямах мы не нашли кости свиньи. То есть, а свинья, опять, это совсем не то кочевое животное, которое, в принципе, могло бы ходить с древними венгами. Соответственно, мы уже начинаем думать, что же здесь еще. Керамика, вот большое количество липной пескодонной керамики, которая очень напоминает та, которой древние славяне пользовались, в принципе, позволяет предположить, что, возможно, здесь было еще какое-то население, помимо вот этого венгирского. Но тогда, каким образом оно здесь появляется, где оно жило и чем оно занимается? Вот, где оно жило, мы уже тоже теперь начинаем понимать, потому что вот та постройка, которую мы должны будем в ближайшие дни расчистить, это полуземляночное сооружение размером 4 на 4 метра, вокруг которого как раз ямы сосредоточены. Это, конечно, постройка совершенно не кочевническая. Это значит, что здесь живет какое-то население с устойчивыми традициями проживания там долго на одном месте. И, ну, в принципе, если бы мы нашли его на каком-то изыране славянской памяти, так это тоже было бы выполнено. Поэтому вполне возможно, что какая-то группа славянского населения здесь тоже проживала. Керамика этого не противоречит. Постройка, в принципе, тоже сюда же входит. А чем они могли заниматься? Ну, понятно, что могли здесь выращивать какие-то сельскохозяйственные продукты, могли тоже животноводство, вот и откуда здесь виние унесли, могли появиться. Ну, и самое главное, то, что мы должны были заниматься ремеслом. А ремесло здесь у нас это... То, что мы можем зафиксировать, это только, пожалуй, историзмное и металлогие. И вот как раз металлогическое ремесло у нас здесь и фиксируется. Уже достаточно много на раскопах мы собрали железного шлака и фрагменты. Вот эти игру для плавки цветного металла, которые мы и сегодня находили, они тоже уже встречаются в нескольких местах. Ну, понятно, что вот как одна из сверх занятий деятельности этого населения, чем занималась осёблая население на этом месте, тоже понятно. Это ремесленная деятельность, связанная с обработкой чёрного цветного металла. Должны были у кочельника появляться откуда-то железные вещи. Им здесь придёт на этих местах. Ну, точно так же, как это делали на Средне Самарской луке. Нужны были им украшения, то, что они могли сделать сами. Им тоже изготавливали вот таких местах, где они встречались с осёдлыми жителями. Ну и, соответственно, здесь уже должен был происходить обмен их продуктами производства и осёдлого населения, и кочельников. Ну, собственно, вот, возможно, как раз наше поселение, сельщик Глаз Труда, и было это место, где происходили эти встречи. Разное население, контакты между ними происходили, ну, в том числе и гордобы. И, что ещё очень важно, похоже, что эти встречи были настолько частыми, что появляются какие-то смешанные сели. Ну, по крайней мере, вот как раз наши раскопки последних двух лет уже выявили несколько таких случаев. Ну, во-первых, в одной из ям, раскопанных два года назад, мы нашли крайне интересную ситуацию. У нас сосуд юнгерского облика лежал на фрагменте сосуда Салфовского округа, на выявлении сохранилось несколько фрагментов тирамики ручки Салфовского пушина, и всё это сопровождалось от этой массовой улики на тирамики, которая здесь есть. Это не просто в одной яме, это действительно было прямо вот в одном месте, кусочек на кусочке лежали. То есть мы знаем, что эти фрагменты этих сосудов были брошены в яму одновременно. Соответственно, бросить их могли только несколько людей в лучшем случае, которые пользовались этими сосудами. Ну, и жили в характере покрытости. Ну, соответственно, мы уже можем говорить о том, что население наверняка уже смешивалось. И второй такой случай, мы уже зафиксировали в этом году, когда точно так же мы являли вот нашу пилючку амфорной кремской амфоры, и сосуд такого венгельского облика, ну и, естественно, вот эти вот наши литвые сосуды паскопы. Ну, в общем-то, это ещё одно подтверждение того, что, действительно, это не просто разные люди в разное время приходят на одно место, а это действительно население, которое жили вместе, смешиваются между собой. Ну, и, соответственно, наши вот эти раскопки, которые мы в настоящий момент производим, на тех двух раскопах, на которых вы сегодня работаете, где мы будем работать и дальше, позволяют нам попытаться выявить ещё какие-то свидетельства того, кто именно здесь проживает. Опять же, если нам повезёт, и мы найдём какие-то вещи, которые чётко датировались, то уточнить дату, когда это было. Сейчас я знаю, что это восьмой-девятый век, дата подтверждается несколькими характерными предметами, и сделали мы уже несколько регулированных анализов. Ну, и, может быть, в рамках этого восьмого-девятого века мы что-то более точно сможем сказать, но для этого нам, конечно, важны интересные инфекции. Ну, и, конечно, если мы найдём ещё там остатки либо жилища, либо мастерскую, то для нас это тоже будет очень важным фактором, который позволит определить, для чего же всё-таки эти люди здесь живут. Печку. Печку? Ну, с металлургической печкой, да. А вот печь, которую мы обнаружили вот в этой постройке, вот, наверное, мы её на днях раскроем, и вы её тоже всё нормально посмотрите. Она лишний раз позволяет задуматься насчёт того, когда же они здесь живут. Вот когда я говорю о том, что кочевническая стоянка летняя и недолговременная, тут тоже вот эта недолговременность, она такая условная. На этих землях были лучшие пастбища для кочевников, и люди сюда приходили вся всей вулки. Они дорожили этими территориями, они старались здесь задерживаться. Это было хоть до строительства Самарской крепости, и недаром уже и Нагаи чрезвычайно сопротивлялись строительству крепости, говоря, что таким образом царь отбирает у них их лучшие пастбищные земли. И здесь, конечно, люди должны были жить достаточно долго, по крайней мере, всё лето они там точно стояли. Съедят траву здесь, скотина переходила туда за протоки, и там ещё достаточно много травы сохранялось. Но, по идее, вот как я думал раньше, где-то в сентябрь, когда трава уже выгорает, они уже должны были начинать свой обратный маршрут. Где их зимние кочевы, я не знаю, может быть, это территория Башкирия, может быть, где-то ещё дальше. Но на сегодняшний день мы проследить их, и чего, может, что-то не сможем. У нас пока нет материала. Но когда мы нашли печку вот этой полиземляночной постройки, ну, это уже значит, что люди не просто здесь живут летнее время, да, а люди остаются на тот период, когда уже наступает холода. Может быть, это холодные ночи сентябрьские, октябрьские, но в любом случае какое-то время они здесь живут. Почему они круглые годы, я уже сказал, да, потому что я всё-таки думаю, скорее всего, весенние разливы такие же существовали и в Казарской эпохе, на этой же территории. Поэтому круглые годы здесь жить нельзя. А вот до поздней осени, наверное, здесь можно было сказать. Но, опять же, кто здесь исказался и для чего мы сможем сказать тогда, когда мы получим ещё 9-й раскопок. На самом деле нам очень сложно будет обработать то, что мы уже сейчас накопали. В ближайшие недели, месяцы, естественно, я ничего не скажу. Потому что вы видите, с каждого квадрата сколько происходит, да. В общем-то, когда у нас идёт нормальный участок сосны, то есть мы буквально можем по виду керамику набрать с каждого участка. Естественно, что это всё нужно будет помыть, прошепровать, попытаться подобрать, склеить. В общем-то, если будет у вас желание посмотреть, как это делается, то вы, в общем-то, поздней осени, зимой можете прийти к музею и, пожалуйста, участвовать в такой работе. То есть только после этого мы уже сможем, сделав какую-то статистику, посмотрев набор тех характерных сосудов, которые использовали жители этого постеления, тоже уже и поискать какие-то их связи, опять же, если это круто, чем сразу же. К сожалению, у нас ситуация такая, что подобного круга памятник мы копаем первыми по лужам. То есть в нашем регионе нам сохранить просто место. Ни Судьяновской области, ни Санкт-Петербург, ни Саратовской области, нигде ничего подобного не находить. То есть сейчас нужно будет искать какие-то параллели вот на территории Воронежской области, где копали вот эти смешанные славяно-салтовские поселения, в Белгородской области. Но там тоже, там основной ряд уже, то, что я видел, он будет достаточно визуально сильно лучше включаться. Вот, может быть, что-то мы найдем у наших коллег, работавших на территории Удмуртской республики. В Удмурте есть поселения этого времени, тоже там есть и фрагмент тамфоры, есть единичные находки салтовской керамики. И самое главное, там в улейбенях находятся подобные вещи, как вот у нас в улейбене в Саратовской руке. Но основная масса керамики, которая там есть, ну она тоже будет отличной. Хотя вот эти бургладоны наши, около венгерского облика сосуды там тоже встречаются. И вот разобраться, каким образом они оказываются здесь и там, вот, конечно, мы же сами тоже не сможем до тех пор, пока и наши коллеги начнут проводить работы на похожих на себя. Ну, попытаться нащупать какие-то связи, постараемся. Ну вот, пожалуй. Вопросы можно? Да, конечно, можно. Вопросы можно? Первый вопрос – это обстоятельства обнаружения памятника? Ну, обстоятельства очень простые. Больше десяти лет назад к нам в музей пришел наш реставратор, и в кабине, в музей тогда работал, и сказал, что около Куромыча после дождей размывает керамика, появляется. Вот, если будет, то мне нужно съездить, посмотреть, посмотреть. Ну, это был в 2007 году. Ну, и, соответственно, в седьмом году ездить в первый раз в ППП. Значит, опять же, в седьмом году мы провели первую работу, попробовали заложить через год первую шуру здесь, и уже с восьмого года это место числится как выявленный объект культурного наследства. Второй вопрос – это вот по поводу отнесения плоскодонной керамики именно к славянам. Это сложно сказать. Такой керамика могли бы… Я же сразу сказал, да, что я могу пользоваться таким. Скорее, может быть, что-то и Меньковцы? Меньковская керамика, она обладает уже своим набором признаков, но это не Меньковская керамика. То есть у меня немножко другая фактура, там, ботинство, но она очень похожа на то, что мы… Могли бы наугорские элементы быть? Могли бы. И третий вопрос – это вот, не является ли современной этнической ситуацией в нашей области свидетельствами вот именно таких давних традиций, что совместное проживание на одной территории, даже на одних поселениях и сейчас – это очень распространено у нас в области. Вот такие вот смешанные деревни, где живут и мусульмане, и христиане, и разные этнические группы. Ну, мне кажется, что это как раз то, что характерно для всех археологических памятств по среднему поводу, ну, или, по крайней мере, самовского повода, то, что мы уже знаем. То есть вот, видимо, на сегодняшней традиции играют родные. И у нас в городе проходит конференция школьников и педагогов толерантности и воспитания чего-то там… или воспитания толерантности… Там, где у нас с вами? …мешкодульная. Да, на протяжении многих лет. Вот я как раз нашу археологическую ситуацию перевожу пример. Потому что то, с чем я имею дело, начиная с эпохи, ну, позднего камня, говорит о том, что на этой территории никогда не будет ни одного чистого народа. Здесь все время приходили люди из разных мест. Здесь они смешались между собой. Даже если они жили здесь какое-то длительное время, они постоянно включали себя в какие-то новые и новые группы. Почему вот я все время говорю, что невозможно сказать, что вот здесь жили Венгрии дальше? Ну, видите, мы начали копать в Венграх, а тут, оказывается, тут славяне, тут болгары. Или там жили болгары. А вот под болгарами оказывается еще… Тут может быть Алландская группа, может быть Хазарская. Но, опять же, я каждый раз говорю, что это все настолько условно археолог не может говорить о том, кем себя ощущали люди, которых мы рассказывали. Да, в самом случае ясно… Ну, а то, что оно перемешано, это да. Если оно даже антропологически по-разному выглядело. То есть и графиеводы, и монгалуиды – это же самые крайние такие. В одном курганном погребении. С антропологией соотношение весьма такое хитрое, потому что даже современных взять, допустим, те же татарь современных или чуваши, там же разные этнические, разные антропологические типы в одном и том же народе. Или ту же маргу взять, например, могше более монгалуиды в основной массе, ну, есть примесь, большая наговорность. В общем, традиции давние, все нормально. Можно вопрос еще? Во-первых, у вас там чай есть, если есть желание. Хорошо, спасибо. Горву немножко промочить. Пожевать. Вот, с другой стороны. Хорошо, ладно. Получается, что на той стороне Волги, на Самарской Луке, стоят, грубо говоря, хазарские пограничники. Да, и, судя по всему, здесь у нас идет граница, которая разделяла сферу влияния хазарского каганата и Великой Венгрии. И, возможно, как раз здесь уже не хазарский каганат? Нет, вот здесь мы находимся на самой границе. Насколько эта граница соблюдалась и в какие периоды, мы тоже не знаем. Дело в том, что с венграми у хазар были достаточно сложные отношения. Судя по всему, начиная уже с восьмого века, с начала восьмого века, хазар начинает использовать венгров как своих союзников. Они в это время еще заканчивают свои арабо-хазарские войны. Они тут набирают постоянно воинов уже наемных. Потому что сами хазары, они уже к концу восьмого столетия, войны были не очень хорошие. То есть они постоянно дома, в Сурмане у них столица, там десятипечные гарнизоны, то еще что-то. И у меня сейчас складывается такое впечатление, что в Венгрию были теми людьми, из которых они вербовали те вооруженные отряды, которые рассылались по границам. Ну, по сути дела, да. Потому что сейчас, когда мы внимательно начинаем разбираться, если все сложится нормально, я как раз хочу делать работу на эту пену. То есть получается так, что вот в Удмурте, где в памяти жизни воинской культуры, женские погребения все хорошо, там лежат с местными вещами. А мужики лежат тут все с набором вооружения, все с сталкостными предметами. Дальше мы идем, что наша территория, что Татарстан, те же самые воинские комплексы с местными женщинами. Дальше мы идем на территорию Пензенской области, где появляются раннеболгарские памятники, раннемордовские памятники. Пензенская область, потом Мордовия, там то же самое, там мужские комплексы, вооружение салтовское, а женщины вот местные с набором украшений своих. Вот для того, чтобы называть их пограничники, это уже модернизация такая, вульгарная. Ну, это модернизация для того, чтобы понять, чем они занимались. Если дальше мы еще переходим, окажется, что в Подмосковье есть такие комплексы, где... Потому что надо им вышки пограничные искать. Ну, мы же знаем, что славяне даньхазарам платили, болгары даньхазарам платили. То есть, в принципе, кто-то же должен был эту даньхазарам. Увушки же стоят. А венгры собирали даньхазарам? Может быть, и венгры собирали. И это как раз позволяет понять, почему венгры уйти отсюда. Венгры же тоже не просто так уходят, да? Да, мы на рынке, государство было, и не настолько оно было административно. Ну, естественно, что в этот период и не могло быть четкого государства. Так вот, модернизировать, чтобы гарнизоны стояли. Но в пункте сбора... Мы же знаем, что русских нельзя, да? Ходили полюбия там или там... Ходили за данью. Были городки, где они собирали. Ну, в принципе, вот такие же городки могли располагаться и здесь. Ну, еще что интересно. То, что когда венгры вытесняли с этих мест, вытеснили их отсюда печенеги, это происходило на протяжении первой половины девятого века, они ведь сначала пошли на территорию хазарского хазана. То есть и существует информация о их вооруженных стычках, о том, что потом где-то на территории недалеку от Киева хазары предоставили им земли для поселения, потом они уже оттуда уходят дальше на Дуна, и, собственно, Дуна не появляется в конце девятого столетия. Так вот, то, что они идут через территорию именно хазарского каганата, лишний раз говорит о том, что связи-то они были налажены. Они могли пользоваться просто авторитетом хазарских каганов для своих передвижений. Пользовались... Санкция такая, большая. Ну, я думаю, что для хазара венгры были примерно тем же, что для русских дружин, или для русичей в конце девятого, начале десятого века варяги. То есть это вооруженные наемники, из которых там свои дружины можно было собрать. И вот если мы здесь найдём ещё и венгерское захоронение, в венгерское захоронение на территории Самарской области известно больше десятка, но археологи вскопали только одну утону. Такое условное венгерское и лебежинское погребение здесь не далеко отсюда. На Соку в Красноярском районе. А это Дюнета разрушена? Разрушенных много. Невчанка разрушена, там два погребения венгерских. На 116-м километре разрушены. В районе Икеи Кошки разрушены. Около Марынчевки целая серия порушены. Ну да, под Коршевыми. Там же как раз венгерское кладбище было, по-моему. Ну, может быть. Если бы до нас дошли хотя бы оттуда украшения, там должно было быть много. Да до сих пор венгеры ездят, цветы кладут. Вот именно Меган, а венгерском кладбище, говорят, стоит. Говорят, но если бы, я говорю, там оттуда принесли хотя бы ещё какие-то вещи, нам же только железо принесли в музее. Причём железо, которое принесли просто бесформенный кусок. Это потом я уже разбирался, что здесь, пожалуйста, это сабли, сабли венгерского типа. Здесь не просто склад железок, а когда мы почистили, а когда, что это набор на конечках стрел, вот именно такого венгерского облика. Здесь детали колчана, ну, накладки. Ну, серебряные, например, зачем там? Да ни одного серебряного. Понятно, что в этих погребениях должны были быть поясные наборы, у женщин должны были быть украшения. Как потом нам рассказывали мужики-строители, строившие, точнее, те, кто общался со строителями, действительно были захоронения, были захоронения с крупными костями животных. Но венгры должны были хоронить своих умерших с лошадью или там со шкурой лошади. Но бригадиры якобы сразу запретили там любую информацию. Ну, как обычно, понятно, что стройку могут остановить. И руководство растащило находку по карману. С Кошелем мы пытались связаться. Когда он решил, что это, я поклёп на него в разговариваю, когда там уже на уровне висегубернатора мы тогда говорили о том, что при Кошелем, при строительстве порушено. Ну, сейчас говорили, что, пожалуйста, вещи-то вы посмотреть можете, провести работу со своими застройщиками, чтобы разобраться, куда все остальное поделалось. Ну, давайте. Вот. Всё. На этом всё наше общение закончилось. Так, ну, если ещё есть вопросы, задавайте. Раскопки, которые были около посёлка Мирного, это ваши, да, делали, когда там нашли погребение полностью воинов в амуниции? Нет. Но насчёт того, что погребение воинов в амуниции около Мирного, я не знаю. Вы не знаете? Около… Копали курганы, соответственно, не так далеко от Мирного, но там погребены. Там бронзевые времена, поздняя бронзевая. Два года назад при строительстве там медицинского вот этого комплекса большого сравнивали фундамент, там, строительство фундамента или что, и вот стройка вот немножко затормозилась в связи с тем, что вот нашли погребение полностью в амуниции. Были там воины с доспехами, вот, всё-всё-всё. Это даже писали и в красноярских газетах… Ну, если найдёте такую ссылку… Я тоже искал… Дело в том, что, если бы было погребение воинов с амуницией, я бы знал ещё, если амуниция… Потому что, ну, сейчас у нас по распоряжению гибернатора мы разрабатываем программу изучения золотарных памятников на территории области. Я этим занимаюсь уже десяток лет, вот, начинают… Ну, вот, даже больше шестеров из Кирваля. В принципе, если бы такая информация была, реальной она бы у меня была. То есть, это… это прошло где-то неофициально, потому что из археологов, из тех, кто работал на Самарской территории, из официальных археологов, никто такой погребительский. Подслушным было постоянно по Песноярскому, тоже фотографии всё выставляли. Ну, либо не в лоб, либо не в амуниции, либо… Погребение бронзовиков в Красноярском районе за последние годы раскопано достаточно. А вот возле Краснояра городцовка-то вот… Городцовка – это поселение боги неолит, а бронзы. То есть, там более позднего тоже нет. А стан Тимура? Стан Тимура никто не знает, где находился. Камень, который… Ну, там, где камень стоит. Ну, камень-то опарин поставил, да. Ну, там трактористы при распашке-распашке находили… Наконечники? Нет сабель. Нет сабель. Что находили? Нет сабель. Ну, опять же, этих сабель никто не видел. То есть, была бы она… Можно было бы что-то говорить, да. Сейчас то, что я знаю… Генерального межевания 1804-го года, по-моему, этот вал уже фиксируется. Я-то думаю, что это, скорее всего, связано с периодом строительства уже Закамской линии. Это уже 18-е века. Но тоже аргументов у меня нет. Когда попытались прорезать этот вал и посмотреть, что там находится… Единственная возможность была продатировать то, что находится под ним. Оказалось, что под ним, участок, где было произведено сожжение под этим валом, Оно было… Выжиг лесом был произведено где-то на рубеже Р. То есть, в это время для нас это Сарматское. Кто выжигал… Явно не Сарматское. А Красную крепость? Вели там какие-нибудь… Красноярская крепость? Красноярская? Красноярская крепость? Нет, Красносамарская. Красная крепость. Это которая самая белая. Красная крепость. Да, да, да. Красная крепость. Красноярская или… Ну, там сейчас современный Красносамарский поселок. Ты про это? Да, да, да. То есть, не в Красной, а в Ру, а вот… Непосредственно… Непосредственно на крепости нигде не работали. Максимум, что археологи смогли сделать, это… Мы сделали… Точнее, наши коллеги из Управления по сохранению наследия сделали инструментальную съемку всей линии из Акамской Олегии всех памятников. Они поставили это на государственный учет, на государственную охрану, а раскопки у нас небольшая шуховка была только на территории Красноярской крепости. А то там даже с всего это стоят, вот это бронзили с башенок… Нет, они хорошо видны, они легко читаются, сохранилась документация… В том задуме, да, впрочем, я слышал, там нашли пальчугу. Не развалины, ничего. Но опять, это вот беда, которой… Я тоже не очень хочу этого касаться, да, потому что это то, что связано с черным. То есть, вот то, что происходит, грабеж… Я знаю, что за крепости и аребюты по Азакамской линии были выбиты еще лет 10 назад. То есть, понятно, что набор там своеобразный, там все эти 30-е годы 18 века, пуговицы, бульки, монеты этого времени. Но ведь до историков это уже не дошло, до археологов тоже. Соответственно, мы теперь не сможем остановить… Допустим, нашел документацию по строительству крепостей Азакамской линии. Есть там даже чертежа. По-хорошему, там когда-нибудь, если будет у нас все-таки понимание со стороны областных властей, потому что, к сожалению, археологи вот двумя лопатами мы не сможем провести раскопки там на памятниках большой площади. И пока такого понимания нет. Но когда мы дойдем до этого, уже выяснится, что мы не можем проверить то, что у нас есть, да? Ну, допустим, тот же метод планшетного сбора с помощью металлогических служебов. В принципе, археологические инструкции допускают эту работу. Но мы обязательно должны каждое место проверить археологическими шуфами раскопки. То есть, допустим, мы знаем, где расположены, где располагались, ну, допустим, воеводская изба, канцелярия, еще что-то, да? Мы могли бы заложить там, на этом месте, раскопы. Соответственно, для выбора места для раскопа, так как у нас тоже, ну, сможем там заложить из площадки в один гектар, мы сможем там изучить там, что позади. Соответственно, сначала нужно было бы пройти с прибором, да, посмотреть. Ну, а сейчас уже, извините, ничего не будет, уже примерно это все. Точно так же, как мне очень не хочется вот сейчас возвращаться к тому, что, смотрите, мы говорим о памятни Хазарской Бухи. Вот я говорил о том, что порганы Мельского Сокроватика в основном были разрушены. У нас были не нарушены, еще десять лет назад были не нарушены захоронения этого времени. Вот как раз и родили животные. Но там оказалось так, что мы попали туда не первыми, мы пришли туда после черных. И когда я попал на место, где декремационные захоронения совершались, оказалось, что площадка на полтора гектара, как минимум на полтора гектара, она полностью выбита. Я шел по ямам, я собирал здесь вот карсинированные косточки, здесь там стеклянная бусинка, здесь вот. То есть понятно было, если яма большая, значит можно закладывать раскопы, значит там было интересное погребение. Раскоп мы закладываем, мы добираем остатки погребения. Там кусок горшка, там бусина, там еще что-то. Мы самую интересную информацию уже не получим. Мы не знаем, вот допустим, вот предполагаю я, что здесь вот на этом поселении жили мастера, которые изготавливали такие бронзовые украшения. У меня ни одного этого украшения, тех раскопов, которые я сделал, не осталось. То есть сравнить вот с остатками металла на литийных формощах, там на тиглях, где этот металл плавился, с тем составом металла, который найден в погребениях, я уже не смогу. У меня нет этого металла. Ну вот и так далее. Ну вы не в силах сделать то, что кто там именно копает. Ну, чернокопатель туда уже не леет. Не знаю, кто там копает, но я знаю, что сейчас нет. Ну, это беда. Если я оглашу, я сам оглашу тебя самому прикопают. Я считаю, что в данном случае мы можем рассчитывать только на осознательность тех людей, которые занимаются с ним. Потому что все равно должны понимать, что большая часть золотой орденской памяти, как и памяти Кавушской Болгарии, у нас в области уже выйдет. То есть все, что звенит верхником 30-40 сантиметров. Ну, 30 сантиметров, наверное. Мало кто пользуется. То есть оно действительно уже выйдет. Мы начинаем когда раскопы. У нас первые два ШТХ идет вообще без металла. Или там, извините, где-то гвозди, где-то еще что-то. Но это ведь совсем нехорошо. Я долго удивлялся, что ж у нас за памятник здесь такой, что вообще нет металла. А потом до меня доходит информация, что оказывается 10 лет назад здесь уже был полигон для работы с металлами. Здесь тоже. Ну, по крайней мере. Причем уже узнали кто. Спасибо друзьям. Ну, ладно. И давайте тогда последний. Если вопросов больше нет, давайте я вам покажу еще несколько наших последних подходов, чем они интересны. Так, смотрите. В принципе, то, что наверняка сейчас у нас и в этих раскопах тоже будет. И чем это все интересно. Это обычный такой рядовой набор. Смотрите, это у нас пряслица, грузик для веретина, сделанный из стенки сосуда. Ну, сейчас плохо видно, помоем еще и не успел. Видите, скорее всего это круговой кувшин. В общем-то, такие пряслица для кочевнического погребения это нормально. Вы объясните, потому что многие не знают, что такое пряслица. Грузик для веретина, понимаете? Как веретиновый выглядит? Сюда одевалась палочка. Вот, пожалуйста. Да, и вот так вот крутилась, и на нее наматывалась именно шерсть. Когда вытягивает нить из шерсти, да? Соответственно, она должна... Сейчас обычная идея... Она сделала вертикально для этого грузика снизу. Чем аккуратнее грузик сделан, тем лучше вращение. Частота вращения будет больше. И равнее не будет. Ну и, соответственно, вот сделанные пряслицы из стенок сосуда, это, в принципе, нормально для кочевнических погребений. В том числе и на погребениях новинковского типа на Самарской Луке такие тоже стричины. Вот это кусочек... Здесь у нас, по идее, целое должно быть. Кусочек пряслица из жилища. Он уже даже по этому кусочку видно, да? Вот это... Ну, как колесико. Но здесь самое характерное у него такой... Вот если в профиле мы посмотрим, вот есть место, откуда дальше оно расходится. Пряслицы эти называются беканические по форме, да? Ну, потому что с двух сторон такими конселями. А если это была ручка... А беканические у них там какая-то особая... Нет, нет, это не ручка. Сейчас я покажу. У нас, по-моему, еще одно такое пряслица есть нормальное. То есть, это фрагмент пряслица. Они легко разбивались, если роняли на какую-то твердую поверхность. Там на камень упало. Это все разбилось. Один из редких предметов из металла, бронзовая прониска. То есть, это часть украшения, какое-то женское украшение. Это может быть и украшение нагрудника, это может быть украшение накосника. Это могло быть и спереди, поверх одежды надето, и сзади. То есть, в принципе, очень такая тоже характерная выразительная находка. К сожалению, такие делали на протяжении нескольких столетий. И сказать, когда, даже в каком веке, нам было бы очень сложно. Различные кремешки вы уже находили. А, вот, кстати, Александр Борисович, может мне поможете разобраться с тем, что это такое. Я думаю, это, скорее всего, какая-то подвесочка. Но из чего она сделана? То ли это камень, то ли это стеклышко. Это это самое. Это бронзовое стекло? Нет, это не бронзовое стекло. Либо это стекло, это стекло. Это смальта. Это что, смальта прямо? Да, смальта. Что такое смальта? Ну, цветное стекло. То есть, это природное, да? Да сейчас. Нет, это специально, но в любом случае мы должны были сварить. Такие вот у нас стекловары. Ну, тут похоже, что это была какая-то бусина. Ну, может быть, вставочка. Нет, там нет отверстия. В смысле не бусин, да. Может быть, ее отправляли в какую-нибудь, как подвеску использовали. Ну, здесь вот слез, что вот здесь вот специально вот. Ну да. И с этой стороны, видимо, тоже так же. Да, наверное, закреплен здесь был металл. Такая-то хазарянка носила, наверное. Возможно, что кольцо. Денгер. Может быть, это ставочка во что-то. Во что? Ну да. Это трудно сказать. Словянка. Если невозможно. Хазарин к славянке, да, подкатывал? Да, да. Эй, девушка. Эй, девушка. Это кусочек розовой проволоки. Я даже доставать ее не буду. Но понятно, что из такой проволочки могли делать, как какие-то обмотки, украшения. Ну, допустим, могли сделать детскую сережку. Могли сделать иголку из бронзы, кстати. Ну, это ководная проволока. Ну, конечно, она ководная. Она не тащит, не тянутая. Да, видимо, у них приспособление для поплачения. Это вот как раз того раскопа, где, около дороги, да? Это тот раскоп, который мы сейчас ведем. Это вот эти квадраты, седьмой раскоп. Ну, оно, где жилищик. Нет, нет. Это, который мы сейчас ководим. Ну, опять кусочек пряслицы. Опять беконический. Но это, как раз эти пряслицы, они характерны для культуры славянского круга. Сегодня, вроде, у меня такая была. Ну, может быть. А вот как она выглядит в цельном виде. Муравей. Какие-то пряслицы. Салтово тоже? Салтово? Там немного. Там чаще будут и стенок сосудов. А такие есть в контактной зоне. Там есть со славянскими памятниками. Тут как раз Воронежская, скорее всего, Харьковская область, в принципе, не там могут быть. Сделано, да? Очень аккуратно. Да. На них еще, скорее всего, отмоется. Часто бывают какие-то значки, там, точки, могут быть, крестики. То есть, в принципе, просто как-то помечали. Хозяева. Может, какого-то в русских селах девчонки на посиделке ходили, там, с велетеном, чтобы время за время тратить, там, шесть пряли. И у них пряслицы обязательно помечались, чтобы не перепутать ничего. Супритки называют. Так, среди костей, которые мы с вами находим, в принципе, могут оказаться обработанные кости, орудия. Наверняка, это должны быть какие-нибудь рукоятки для ножей. А это, ну, как раз на этих раскопах будет. А это, вот видите, видно, что для обработки какой-то поверхности. Заготовка какая-то. Может быть, заготовка. Можно было, теоретически, можно было из нее наконечник стрелы сделать. А может, это инструмент, которым, допустим, лощили поверхность. А похоже на кусочек? Ну, похоже. Да, но на самом деле кость. Видишь, она ее тяжеленькая. Потрогай, попробуйте. Ну, окаменевшее дерево, может быть. Ну, может быть. Ну, тоже находят, да. Да, но она окостеневшая, да. Это корова селого дерева, и дерево превратилось в кости. Серьезно. Так. Ну, и последняя тут находка, которая сделана, у нас вот на том раскопе, где сейчас вот мальчишки у нас заканчиваются. Он небольшой у нас. Это вот, на самом деле, чрезвычайно интересно. Смотрите, слиточек нет. Ух ты! Ничего себе! Это металл? А? Это бронзовый слиток. Металлический? Когда я говорю о том, что здесь точно занимались еще производственной деятельностью, вот это более яркого свидетельства быть не может уже. Ну, а рыбку не вялили, потому что в таких вот ямах мы находили и рыбьи кости, и рыбьи чешую, и угольные прослойки, которые позволяют как раз и предположить, что вот здесь вот, пожалуйста... Я говорю, не просто вялили, не только вялили, еще и металлургией занимались. Да, посуду. А конюк приборный. Сейчас вот нет. Ну, красавый, вроде еще было красавый. Ну, да, красавый кремень, да. А где они металл-то продавали? Не, так что находок, в принципе, каждый день что-нибудь маленькое находится, а когда это месяц... Ну, это... Ммм... Когда вот сплавляют металл, и вот такая шмулька, она сплавляется. Может быть, вот как раз вот этого хватало для того, чтобы в одном теге... Маленький тегель, немножко такая была льячка. Плохо вашего лёстка. То есть, а уж, что из него потом могли ответить? Ну, расплавили, чтобы вылить, а и не успели вылить. Ну, либо его оставили так, чтобы просто как заготовки держать. Я что-то боюсь, что сегодня... Может быть, даже просто куски собрали, мелкие, и сплавили в одну штуку, вот это. Ну что, прикоснулись к истории? В общем, смотрите, то, что мы здесь находим... В принципе, я ещё раз говорю, что поздней осенью вы можете просто прийти в музей. Если будет желание, мы специально для вас сделаем такую встречу, где я расскажу, что мы в конечном итоге тут накопали, потому что работа у нас здесь закончится не раньше октября месяца, скорее, ближе к концу октября. Давайте я организую через север. Хорошо, да. То есть, соответственно, уже тогда ближе, я думаю, где-то к концу ноября у нас... Конференция должна быть пройти... Ну, можно вообще экскурсию провести? Нет, экскурсия, это естественно. Пожалуйста, потом приходите в нашем зале. Я с вами поговорю, и рядом у нас с залом археологии у нас есть удобное место, где можно и картинки показать, и, соответственно, не так на пальцах всё объяснить. Там у вас что-то было с экспозиции, что-то там переделали? Ну, у нас и будет переделаться. У нас собирается закрывать реконструкцию. Ну, сейчас у нас зал археологии маленький, но новый. Да. И рядом с залом археологии у нас есть аудиториальный комплекс, где его можно присесть. Похоже, это из Хвалынского могильника, вот это вот, вырезанное погребение. Но мы его убрали, мы его отдали Хохлову. Вот, вот, оно Хохлово. Да, а у нас из Хвалынского могильника каков, с вождя. Мы Екатерина Кумбаха не выставляем, ждёт своего времени. Ну да, не обработали. Ну ладно. Дмитрий Алексеевич, огромное спасибо. Огромное спасибо. Очень было интересно. Спасибо вам за себя чашку. Большое спасибо. С днём рождения вас ещё раз. Здоровья, успехов. Новых открытий. Новых открытий.